Приветствую всех, на экране War Thunder Mobile и с вами как-то ревисарио. Буквально вчера нам заанонсили первый китайский взвод ZZ-88A, и он по идее уже должен появиться в ближайшем крупном обновлении. В этом видео мы кратко ознакомимся с тем, чем нас порадует данный сетап, а также визуально с ним ознакомимся. Ну а теперь не будем лить лишнюю воды, и как всегда, приятного просмотра. ZZ-88A это один из первых китайских танков нового времени. Его ключевым отличием является новое орудие. Это модифицированная 105-мм пушка с увеличенной длиной ствола и перезарядкой 8 секунд, а также усиленный приемистый двигатель. ZZ-88A имеет неплохую защищенность от кинетических снарядов и хорошую подвижность. Ну и конечно же его длинноствольная пушка позволит без труда стрелять на дальних дистанциях. Следующий танк ZZ-59D1 является одной из наиболее современных модификаций среднего танка ZZ-59, и у него также имеется 105-мм орудие с британской пушкой L-7. Данный танк доработан специально для противостояния к мулятивным средствам поражения, ведь его передняя часть корпуса и башни закрыта блоками динамической защиты, а траки и борта моторно-транспенсионного отделения имеют противокумулятивные краны. Ну а следующий член взвода, это носитель противотанковых ракет КМ-25, и он был вдохновлен концепцией легендарного американского БТР М-113. Данный птурвоз имеет комплекс управляемого вооружением ТОВ с традиционными противотанковыми ракетами. Данные снаряды поражают цель, уязвимые для таких атак крышу башни или моторного отделения, что является отличным способом выкуривать противников из укрытий. И последняя техника во взводе, это зенитка ПКЗ-09. Если вкратце, то данная ЗСУ является отличной зениткой, способной быстро обнаружить и уничтожить авиацию противника. И благодаря относительно подвижной базе и наличию в боекомплекте бронебойных подкалиберных снарядов с отделяющимся поддоном, данная ЗСУ может стать угрозой для вражеских танков. Но однако, крайне малый и отрицательный угол склонения орудий всего в минус 2 градуса будут заметным препятствием борьбе с наземной техникой не только на холмистой местности, но даже и на городских картах. В общем, думаю, теперь вы имеете небольшое представление о предстоящем взводе китайцев. Если понравился формат и вы хотите больше подобных обзоров анонсов, то выполняйте ритулы ютуба и пишите комментарий. Напоминаю также, что у меня имеется дискорд канал и телега, где вы найдете еще больше информации по игре. Все ссылки будут в описании под видео. Спасибо за внимание.